Друзья, рады приветствовать вас на нашем канале. Универсалы всегда пользовались высоким спросом. Это было в советское время и сейчас. Примечательно то, что первые до сих пор востребованы, особенно у любителей ретроавтомобилей. Так недавно стало известно об одном из очень интересных проектов. Жительница Тюмени улучшила «Москвич-2137» 1976 года выпуска. К ней он, правда, попал в 2016 году. Примечательно, что все это время у автомобиля имелся только один владелец. В процессе тюнинга она не стала вносить кардинальные изменения в облик универсала, но некоторые новшества в его экстерьере имеются, так как попал он к ней в достаточно плачевном состоянии. Зато салон практически не претерпел никаких модернизаций, так как сохранился в идеальном состоянии. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал, у нас много интересного. Стоит отметить, что приобретала его Вероника с целью восстановить и использовать непосредственно по назначению. Владелец универсала был только один, но из-за некорректных действий механиков станции технического обслуживания его состояние оказалось удручающим. Именно это девушке и пришлось устранять собственными силами. Проект поэтому и уникален, что тюнинг выполнен женскими руками. Особо она отмечает, что до сих пор ведутся работы по улучшению некоторых деталей. Если говорить о технической составляющей, то она оставлена без изменений, так как в полной мере отвечает запросам. Выпуск «Москвича-2137» начался в 1976 году. Продержался, правда, он на конвейере недолго. Уже в 1985 году его производство было прекращено. Тем не менее, он до сих пор встречается на дорогах, хотя состояние его часто оставляет желать лучшего. Автомобиль в советское время пользовался неплохим спросом, что вполне понятно. Получив функциональное исполнение, машина обладает не только просторным салоном, но и вместительным багажником. Советские граждане же всегда оценили практичность, выбирая именно этот «Москвич». Помимо этого, не возникало вопросов и к салону с начинкой. В первом случае предлагалась вполне комфортная обстановка, а во втором – надежный полуторалитровый двигатель. Объем довольно большого багажника можно увеличить в несколько раз, сложив задний ряд кресел, что позволяет взять на борт намного больше вещей или перевести крупногабаритный груз. Как уже говорилось выше, Вероника, жительница Тюмени, целенаправленно искала для себя автомобиль именно советского периода. Дело в том, что она является поклонницей ретро-стиля. Причем речь идет не о современных моделях, имеющих просто такой дизайн, а именно о старых машинах, состояние которых не всегда бывает хорошим. В частности, именно о таком пойдет речь в нашем рассказе. Куплен универсал был в 2016 году за 45 тысяч рублей. Причем у автомобиля был только один владелец, который, по его словам, приобрел его в 1976 году. Соответственно, можно говорить о том, что он вполне мог входить в первую партию, сошедшую с конвейера в тот период. Состояние универсала было плачевным, особенно со стороны экстерьера. Зато салон и техническая составляющая порадовали. Что же касается внешнего вида, то после дорожно-транспортного происшествия, в которое попал бывший владелец, работы по восстановлению были проведены не совсем профессионально. Больше всего пострадала правая сторона москвича, двери были выправлены отвратительно, как и покраска кузова. В последнем случае мастера даже не стали заморачиваться, взяв первый попавшийся оттенок. Что касается остальных деталей, то оба крыла впереди были помятыми, крыша с явными царапинами, а двери пришлось просто выкинуть, так как восстановлению они уже не подлежали. Сзади также было достаточно вмятин, соответственно работы по восстановлению предстояло много. Но перед тем, как продолжить наш рассказ, хотелось бы узнать ваше мнение о данном проекте. Нравится ли он вам? Согласны ли вы с решением девушки не вносить кардинальных изменений в облик практичного универсала «Москвич-2137», ограничившись только восстановлением откровенно убитых деталей? Или сделали бы по-другому? Напишите пожалуйста в комментариях, а мы продолжаем. Несмотря на такое плачевное состояние автомобиля, Вероника не расстроилась, а только вдохновилась идеей вернуть ему первоначальный облик. Стоит отметить, что совсем без нововведений не обошлось. Все-таки каждый тюнер вносит некоторые изменения в процессе работы, исходя из личных предпочтений. Так же произошло и в данном случае, но обо всем по порядку. Итак, сам процесс тюнинга начался традиционно с разбора, так как ряд деталей просто не подлежали восстановлению. В частности, пришлось расстаться с дверями, установлены же были панели от «Москвича-426». Тем более, универсалу в соответствии с возрастом требовались реставрационные работы, так как на деталях подвески и кузовных панелях имелись следы коррозии. Поэтому пришлось тщательно поработать в плане зачистки и шлифовки. Так как изначально Вероника запланировала перекрасить автомобиль, то и от старой краски пришлось избавиться. Надо сказать, процесс был долгим и трудоемким. Тем не менее, справилась она с этой задачей на отлично. После шлифовки ключевых элементов она обработала их специальным антикоррозийным раствором и заново покрасила. Элементы подвески выполнены в черном цвете, тогда как для кузова использован яркий и необычный оттенок рубин. Кстати, изначально универсал был выкрашен в неплохой гамме, имеющий название «Золотое руно». Как уже говорилось выше, двери установлены новые. Кстати, ручки на них Вероника тоже не стала менять, так как для нее они оказались намного удобнее в сравнении с теми, что присутствовали у москвича 2137. Правда, этим дело по замене не ограничилось, так пришлось расстаться с передними крыльями и фартуком. В целом все эти детали были взяты от родственных машин, поэтому серьезных проблем с их установкой не было, хотя повозиться немного пришлось. Для того, чтобы придать внешнему виду универсала чуть больше современных ноток, было принято решение использовать и другие колесные диски, которые обули в новые шины. Дело в том, что старая уже была непригодна к использованию. Тем не менее, даже с новыми колесами удалось сохранить москвичу его выраженный винтажный вид. В целом Вероника с поставленной задачей справилась, откровенно убитые детали успешно заменили на новые, а кузов избавлен от коррозии и царапин. Использованный новый оттенок рубин, придал облику дополнительного шарма, выделяя автомобиль в общем потоке. Несмотря на то, что с кузовом универсала было много хлопот, салон девушку порадовал, хотя совсем без проблем не обошлось. Все-таки пришлось кое-где восстановить обивку, так как от времени она пришла в негодность. Тем не менее, салон сохранился в отличном состоянии, так как бывший хозяин относился к автомобилю бережно. А причина его плачевного состояния заключалась в ДТП и неумелых действиях мастеров СТО. Еще раз стоит отметить, что кардинально менять интерьер Вероника не планировала изначально, так как он ее устраивал в полной мере. Тем более, что она как раз является поклонницей ретро-стиля, поэтому внутри отреставрированного москвича можно в полной мере насладиться атмосферой советского периода. Правда, некоторые модернизации внутри автомобиля все-таки проведены были, так как личный комфорт не стоит совсем исключать. Так, Вероника установила более современный вариант стереосистемы и кондиционер. Казалось бы, мелочь, но с ними в машине стало намного комфортнее. Техническая составляющая также была оставлена без изменений. Как отметила девушка, к этому главному узлу транспортного средства у нее претензий не было. Соответственно, у москвича сохранились родной задний привод и механическая коробка переключения передач. За движение автомобиля отвечает бензиновый двигатель объемом в полтора литра. На максимальных настройках он выдает до 75 лошадиных сил. Безусловно, показатели не впечатляющие. Тем не менее, Вероника отмечает, что едет автомобиль достаточно бодро, не доставляя особых хлопот. Особый акцент она сделала на том, что заводится универсал быстро и легко в любую погоду. И в жару, и в мороз, а это, как известно, самое важное. Как видно, не только мужчины увлекаются ретроавтомобилями и их тюнингом. Не чуждо это и девушкам. Один из примеров – отреставрированный москвич 2137. Несмотря на то, что здесь нет новомодных деталей и прочих современных технологий, за исключением кондиционера и стереосистемы, смотрится он стильно. С другой стороны, Вероника изначально не ставила цели как-то изменить универсал. Основная задача заключалась в том, чтобы просто вернуть ему прежний облик, восстановив износившиеся детали. Правда, в процессе тюнинга пришлось отказаться от некоторых элементов, но серьезно на внешнем виде автомобиля это не сказалось. Тем не менее, это еще один пример того, что нет невыполнимых задач, если есть желание что-то сделать самому. На этом наш рассказ о восстановлении универсала москвич 2137 подошел к концу. Благодарим за просмотр. Поделитесь в комментариях вашим мнением по данному проекту. Стали бы вы затрачивать свое время на реставрацию автомобиля, не внося каких-либо изменений в облик универсала и не используя популярных современных опций, сохранив этим утилитарность и эксклюзивность дизайна. Или сделали бы как-то по-другому. Понравились ли вам внесенные в универсал улучшения? Будет интересно узнать, что вы думаете об этом проекте. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи!